Всем здорова! Мой любименький смартфончик Xiaomi Redmi Note 5, как же я его люблю! Но вот задаются многие вопросом, какую версию купить? Купить ли такой, как у меня, китайский, то есть изначально, чтобы здесь была только английская и китайская прошивка, и потом прошить на глобальную версию прошивки? Купить такой же, но уже прошитый на глобальную версию прошивки? Или купить полноценно глобальный, сразу со всеми языками, с адаптером питания, с европейской вилкой и многое другое? Давайте сегодня попробуем определиться. Итак, ребят, если вы проживаете в России, Украине, Молдове и в других странах СНГ, то, скорее всего, вам будет интереснее купить сразу глобальную версию смартфона. То есть смартфон, где будет написано не Global ROM, а Global Version. То есть смартфон, у которого будет евровилка, смартфон, у которого будут поддерживаться самые популярные частоты 4G, то есть BN20 и многое-многое другое. Если же вы проживаете в таком регионе, как я, например, где пользуются стандартом связи CDMA, например, в Приднестровье, или вы живете в Украине и вы пользуетесь интертелекомом, и многое-многое другое, у вас есть такие задачи, которые вам необходимо выполнять с помощью стандарта CDMA, то я бы рекомендовал прикупить версию китайскую. Либо ее можно прикупить на китайской прошивке, как у меня эта версия сейчас пришла и сейчас является, либо прикупить сразу прошитый на глобальную прошивку, но это все равно остается китайский смартфон, у которого будет китайская вилка. Например, это все легко поправляется адаптером питания, но в любом случае в таком смартфоне у вас, скорее всего, не будет частоты BN20, но зато у вас будет CDMA-модуль, который очень-очень многим нужен. Например, в Америке очень многие пользуются CDMA-связью. В общем-то, на этом я думаю, что можно заканчивать. Это все различия данных смартфонов. Если вы живете в регионе, где, в общем-то, пользуются в основном все глобальными смартфонами, то смело покупайте эту версию, вам не нужно будет ничего прошивать. Да и с такими смартфонами сейчас уже ничего не нужно прошивать. Обычно продавцы сразу прошивают такие смартфоны, и вы можете пользоваться всеми языками, которые доступны и в глобальной самой версии смартфона, потому что прошивка будет установлена сразу правильно. Но стоит понимать, что прошивка не позволит вам использовать этот смартфон в CDMA-частотах. То есть прошивка, она всего лишь дает определенные языки. Больше ни на что она не влияет. Если в смартфоне нет CDMA-модуля, то его, в принципе, и не появится с помощью прошивки. Всем добра, всем любви. Увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. И всем пока. Фоточки с этого смартфона можете увидеть в моем Инстаграме. А я продолжаю пользоваться этой изумительной рабочей лошадкой. Субтитры сделал DimaTorzok